Я работаю на МТО, я стал работать с немцами. У нас хэдкоттерсы европейские в Мюнхене. Сколько можно уже три минуты, сколько можно ждать. Такое вполне немецкое свойство. Давайте пока народ собирается, я вас расспрошу, кто уже имел дело с RealSense до этой лекции. Двое. Окей. Значит, я это подозревал. Соответственно, вообще в наборе слайдов я сделал вообще таких философских, зачем это нужно и почему вообще этим занялись. И подетальнее, что уже есть конкретное, что можно взять и попробовать своими руками. Ну и вообще основная цель Intel, прийти и рассказать вам про RealSense, что Intel сделал технологию, Intel не делает приложений для пользователей. То есть сейчас все зависит от цели моего выступления, чтобы вы подумали, как это применить и применили. Потому что оно вот уже пришло и идет в большом количестве, о чем я сейчас расскажу. Давайте начнем. Значит, что я здесь хотел сказать. Вообще в чем основная философская проблема, которая в современном, по-моему, мире транзисторов и вычислителей самых разных. Мы можем сделать практически бесплатные транзисторы в огромном количестве. Вопрос, зачем перепроизводство? Куда они нужны? То есть средств разработки очень сложных CPU пока что не придумано. Современный CPU занимает маленький с ноготь мизинца, большой серверный с ноготь большого пальца. Все. А можно сделать гораздо больше. Значит, какую основную проблему? Да, нужно считать. Многоядерность пришла лет 8 назад, 9-10. Почему? Потому что была возможность размножить вычислители. Много вычислителей не очень нужно. График там уже. Что обсчитывает обычно все транзисторы? В большинстве случаев наши. Это разные данные. Откуда берутся данные? Данные идут с самых разных сенсоров. Сенсоры, в общем, как Господь Бог сотворил, наши сенсоры. Точно так же Intel, PTFU, точно так же индустрия пытается воспроизвести самые разные сенсорные взаимодействия с миром. Первое, что уже давно, это тач. Тач сделали не сто лет назад, но пойдите попробуйте купить телефон без тача. Есть специальный сегмент для школьников, но в основном везде. Тач-экраны на компьютерах. Нам давно всем дают компьютеры айтишные с сенсорным экраном. Я везде теперь куда прихожу, первым тыкаю экраном в палец даже на обычных ноутбуках. Значит, это можно сказать, что сделано. При этом, на самом деле, обсчета для тач-экранов не так много. И наша проблема, куда девать транзисторы, не решена. А как делать, что делать с обонянием и вкусом, пока непонятно. Технологий пока что там нет. А вот что делать с звуком и с видео, об этом, собственно, и речь. Причем сегодня со звуком мы несколько отстаем. Там не так много наших технологий. Поэтому сегодня я буду разговаривать о глазах. О том, что мы делаем с точки зрения… Это огромное количество сенсорной информации, это видеоинформация. Видеоинформация уже не нова. Сто лет назад, не сто, но вспомните, когда появились ноутбуки, и вспомните, когда туда интегрировались веб-камеры. Без веб-камеры ноутбуки, что-то уже такое совсем старенькое. Все хорошо, отлично. Видеоиндустрия… То есть, собственно, это мы соединили PC-индустрию в видеоиндустрию. Видеоиндустрия давно там. Всякие кодеки, припроцессоры. Точно так же уже сейчас на графических ядрах, в фикс-фанкшенах просто. Там все современные кодеки и основные видеообработчики. Почему? Нужное дело. Но что с этим видеоиндустрия интегрирована не то? Она одноглазая. Вот я нашел такого циклопчика смешного. Почему? Ну, собственно, понятно почему. Потому что вся видеоиндустрия идет от дисплей-порта. То есть, от возможности представить человеку видео. И вот с точки зрения обсчетов для Intel, ну и вообще для индустрии интереснее. Стереоскопические изображения вовсе не с целью их показывать человекам. Стерео, кстати, видео не пошло явно в индустрии. То есть, тоже там лет много назад, чуть меньше десяти, появились стереодисплеи, которые заняли свою очень ограниченную нишу и не растут. И стереофильмы особо не идут пока что. Но представлять пользователям эту информацию незачем. Ее можно обрабатывать и предпринимать ее со своими действиями. Предпринимать в связи с этой обработкой какие-то действия. Значит, вот здесь я сделал скриншоты. Это того, что уже есть пассивный стерео. Intel выпустил довольно популярный был паншет с стереокамерой. Здесь нет лазера. Ну, вот верхний. И RealSense, на самом деле, пошел в активные камеры, причем инфракрасные, с подсветкой. Почему не тема этого обсуждения, а очень интересная тема вообще, стереоскопические камеры, какие они бывают и зачем, какие сложности они решают. Вот RealSense занялся с инфракрасными камерами. То есть, на самом деле, на этом планшете со стерео тоже стоял RealSense. Это был RealSense-напшот такой. Но сейчас их практически уже не выпускают и больше выпускать не будут. С инфракрасными излучателями. Куда вставляются наши камеры? Значит, все, что производит набор, скажем так, консюмерных устройств, очень похож. Начиная от обычных настольных компьютеров и заканчивая фаблетом. Но, на самом деле, вот там должны были быть телефоны дешевые. Фаблет — это большой телефон. Вот такие у нас там. Там мы тоже будем, пока что у нас там нет. Значит, обратите внимание, что в этом красивом мире устройств есть принципиально два различия. Одно — это считается, что востребовано будет больше всего взаимодействие камеры, смотрящие на пользователя. Во втором случае — это востребовано будет камера, смотрящая на людей, на мир, с другой стороны. Как вот у телефона у каждого, две камеры, одна смотрит сюда, другая туда. Вот пока что не ожидается, что будут интегрировать и ту, и ту камеру, и ту, хотя, наверное, когда-нибудь будут. Пока что устройство, причем вот эти устройства уже на рынке, и те, и те. Вот эти R200 появились совсем недавно. F200 уже вот там с начала года продаются. В телефонах, в фаблетах нас пока что еще нет, но мы скоро закрасим этот квадратик. Если Айдиев кто-то смотрел, июньский уже там много интересного анонсировали и про маленькие планшетики. Итак, посмотрите, две камеры, два сценария использования. Дальше светлые слайды, перейдем к техническим деталям. Эти камеры, как их получить? Самое простое. Можно, конечно, пойти и купить уже ультробуки за полторы тысячи баксов, можно всего за 100 заказать девелопер-кит, чем я очень рекомендую заняться прямо после этой сессии. Пойти по ключевому слову под комплект разработчиков RealSense. Придет через месяц даже сюда. Вот эти камеры вы можете у нас посмотреть, зачем они нужны и что они могут сейчас на стенде. Я с радостью расскажу после этой презентации, поскольку времени не так много. Да, одна камера на сломался, я вот эту камеру даже открыл, как она устроена внутри. Очень интересно, и дальше будут слайды, как они устроены внутри. Еще немножко о физических принципах работы этой камеры. Начнем с F200, фронтальная камера, которая смотрит на человека. F это от слова фронт, да? R от какого слова, кто угадает? Рьер, отлично. Не спите, молодцы. Значит, основное, что спрашивает, как далеко эта камера смотрит, и углы обзора. То есть это не FISH-i, который там смотрит на все 180, чуть ли не больше, чем 180 градусов. Нормальная камера с неискаженным углом зрения. До 80 сантиметров. Следующая версия уже у нас лежат в лаборатории, которые будут там в следующем году. Они метр-метр-двадцать берут, улучшенные. Но вот цель именно видеть пользователя. В этом смысле здесь не нужна функциональность кинекта, то есть эта камера все равно не увидит целиком человека. А цель как раз видеть лица и руки людей, в общем. И взаимодействовать с человеком. И вот обратите внимание к ключевому месседжу этого слайда, что отслеживание рук лица и головы — цель применения этих камер. Как она устроена внутри? И немножко деталей, кто интересуется камерами. Значит, один из шесть — мощность. Это вообще самое важное ограничение, которое есть. Как много можно посчитать на асике, которые там… Понятно, что видеопоток с изображением глубины генерируется искусственно. И вот чем больше мы там можем считать, тем качественнее этот поток получится. Вот в это упираются все архитекторы в 1.6. Значит, камера 1080, RGB не очень качественная. То есть это 2 Мп на самом деле 1080. Windows 8, 1 и 10, потому что они с этого года продаются. То есть на устройствах у пользователей просто нету старых семерок. И, соответственно, нету на старых процессорах 4, 5, 6 поколений Core. Поэтому все библиотеки, об SDK я наверняка успею рассказать чуть позже, библиотеки, в общем, довольно интенсивны и требовательны к ресурсам. Соответственно, если запускать на стареньких девелоперских машинах, в большинстве случаев будет не хватать мощности. То есть даже на многоядерных многие алгоритмы нерасправильны. То есть будет не хватать мощности ядер, просто скорости обчитывателя. Пожалуйста, начиная с 4-го поколения. Это на самом деле компьютер трехлетней давности. Вот так вот выглядит этот модуль. Он просто креатив сейчас стал их печь еще в своих корпусах. Ну все. Значит, вот это 3D-модуль и 2D-модуль. 3D-модуль, надо понимать, что это инфракрасный. Да, вот здесь, кстати, ключевое слово — кодированный свет. Вот еще, что я хотел подчеркнуть. Что это такое? Наверное, интересно. Значит, кодированный свет — просто такие две картинки. Он бывает разный. Кинек тоже сделан на кодированном свете, там решеточка. А здесь полосочки вертикальные. Идея основная на левой картинке. Между лазером и камерой есть небольшое расстояние. С этого расстояния достаточно, чтобы увидеть искажение полоски по выпуклым объектам. Соответственно, вот если взять чудака возле стенки, вот он будет примерно так на этом осечке. При этом лазер с частотой 300 кадров в секунду меняет эти вертикальные полоски. И осейка, которая там на камере генерирует, обдумывая, что он видит, генерирует более-менее надежную камеру глубины. Вот. Внизу обратите внимание, сложности засветка с солнцем. Вся эта солнышка мощнее любого нашего лазера, тем более на этих 1,6 ваттах. Соответственно, как только даже из окошка бьет солнечный свет, вы ничего не увидите. И если два устройства работают рядом, эти полосочки будут интерферировать, тоже камера ничего не увидит. Соответственно, это очень хорошо, что ранг действия не очень большой. Там метр. Через два метра можно ставить другое устройство, они будут друг другу мешать. Что еще? Да, другая камера. Внешняя камера. Внешняя, да. На самом деле, основное, что этой камерой хочется пользоваться и на улице тоже. Для использования, обратите внимание, сканирование, моделирование, редактирование, печати и для игр. Ограничение, что нас убивает солнечный свет, очень нехорошо для структурированного света. И детали. Да, здесь написано 3,5 метра indoors, а outdoors, что нам помогает? Нам помогает солнышко, потому что эта камера уже не на структурированном свете, а на активном стерео. Вот там вот написано. То есть там здесь реально стоит два глазика инфракрасных, и в помещениях мы используем внутренний лазер, который светит. А снаружи мы используем просто то, что видно инфракрасное. Инфракрасное есть всегда на улице. Лучше или хуже, но оно есть всегда. Вот. Ну и все. Собственно, здесь обратите внимание еще, что поддержали Core M и Intel Atom. Это таблеточные процессоры, безвентиляторные. То есть, если помнить первую такую кругленькую диаграмму, что вот эта камера нацелена на насильные устройства. Они обычно маленькие и не имеют тяжелой батарейки, соответственно, имеют слабый CPU. И, соответственно, на алгоритмы для использования внешней камеры накладывается серьезное ограничение по призывательности CPU. Соответственно, очень много сильных считалок, которые применимы для фронтальной камеры, не применимы для внешней камеры, поскольку CPU не справится. То есть, это я к тому, что в SDK есть существенное ограничение. Вот это применимо для обоих камер. Вот это применимо только для фронтальной, а вот это применимо для внешней камеры. Вот. OS Windows 10, потому что они вышли только что, эти камеры. И уже на всех устройствах, на которых камеры стоят, у потребителей стоит десятка. Microsoft не поставляет сейчас с восьмеркой эти компьютеры. Ну да, девелоперская, да, интересно. Девелоперская, пожалуйста. То есть, разработчики, работают на Windows 8.1. Имеется в виду, что для пользовательского тестирования, ура, вам не нужно тестировать на 8.1 в вашем приложении. У пользователей не будет компьютеров с RealSense на внешней камерой на Windows 8.1. То есть, разрабатывайте, пожалуйста, двигайте на 8.1. В принципе, работает это мы там. Понятно, что основная разработческая система еще долго будет восьмерка. Какое-то время еще будет. Да, вот обратите внимание, здесь я написал, что на улице до 8 и дальше метров, но требует излучения. Да, опять же, внизу справа напоминание о принципе работы камеры. Вот обратите внимание, справа вертикально все сенсоры. У нас один из излучателей три сенсора. РЖБ цветной и два инфракрасных. И наш ASIC на наших полуторватах генерирует еще и поток глубины. То есть, ну, с нужным фреймрейтом, собственно, какой запросить. Да, обратите, еще об этом слайде нет, но на самом деле поток глубины выходит с шумами, с дырками и не очень качественно. То есть, кто связывался с 3D-камерами, удивится. Понятно, что, скажем, черный свет в зависимости от структуры ткани отражает или лучше, или хуже отражает инфракрасный свет. Волосы черные, то есть, брюнеток сканировать никак. То есть, они просто без головы оказываются. Вот, волосы не отражают. И проблем очень много с сенсорами. Соответственно, да, те, кто занимается сканированием голов, и у нас там есть модуль. Если я успею, я дойду до модуля сканирования людей. Модуль таки достраивает по машин-ленингу просто форму головы. Потому что волосы убивают информацию о глубине. Вот. Да, так вот, те, кто хочет получить более качественную картинку глубины, таки они могут заказать с этой камеры такие инфракрасные левые и правые изображения и строить уже на ЦПУ, там, на 45-ваттном, все, что они хотят. И, на самом деле, некоторые наши SDK-ные модули такие так и делают. То есть, им недостаточно качества потока глубины, который идет с камеры, и они берут инфракрасные, достраивают, там, вычищают, закрывают дырочки. Вот, как я сказал, по машин-ленингу голову там определяют, достраивают голову. И таки получаются качественные, более качественные, чем приходящие с камеры картинка глубины. Вот видите, точно так же на предыдущей камере тоже можно запросить вот эти полоски, полоски структурированные, и самому строить на ЦПУ низкого уровня устроить свою карту глубины на инфракрасном изображении. Пока что я не слышал, чтобы кто-то так... А, вот, отличный пример. Microsoft Hello. Если знаете, в десятке есть как раз на RealSense, мы там с Microsoft очень старались эту фичу продвигать, они сейчас везде ее анонсируют. На RealSense вы подносите свою... Можно свою физиономию закодировать. Как раньше было по отпечатку пальца, теперь по физиономии. С эфирными подносителями мгновенно разлочивают вам компьютер, ваш аккаунт. Они решили, что достаточно моделей, достаточно качества глубины. Вот модель, которая просто по картинке недостаточно, а по выпуклости уже достаточно, чтобы построить уникальный хэшик. И они на недавней демонстрации привели взрослых близнецов. И их RealSense различил. Вот, очень молодцы. Так, на этом, на самом деле, про наши... А, вот, да, слушайте. Давайте, я уже говорил, что это... Простите, я специально лазил и сказал эти картинки, что такое стереоскопия и как строится по ней глубина. В общем, на этом слайде должно быть примерно понятно, что между глазами известно расстояние, и на картинке выделяются, тоже известные алгоритмы, выделяются один и тот же объект и его смещение. И, соответственно, по смещению вот этой стрелочке, здесь было написано disparate по-английски справа наверху, я убрал английское слово. Но дальше уже перестал это делать, а дальше у меня уже с английским слайдом. Значит, здесь понятно, как строится из двух изображений глубина. То есть можно рассчитать, как далеко вот этот шарик, как далеко те деревья и как далеко те здания. Итак, да, все, на этом про глаза все и про железку все. И дальше, если бы железка была нашим основным адверьем, мы бы не получали такую зарплату высокую. А наша основная адверью — это уже почти гигабайт бинарников библиотек. То есть Intel кормит несколько сот человек, которые на основе потоков StreamAdeps и RGB строят очень интересные возможности для легкого использования. И вот дальше вторая часть презентации — это SDK, который бесплатно загружается. Часть Intel сделал, часть Intel купил. Перебивайте меня, пожалуйста, и задавайте вопросы. Интересно, значит, про железки все. Если есть какие-то детальные вопросы про железки, задавайте, ну или потом зададите. Давайте, да. Простите, пожалуйста. А, запись идет. Добрый день. У двоих ваших конкурентов сейчас используются времяпролетные камеры, которые при меньших вычислительных ресурсах дают гораздо лучшую картинку и более компактные. Почему вы используете проектор? Ответ не знаю. Есть большие умные товарищи в Израиле, которые это решили. Совсем не под запись скажу, что есть разработки, и, возможно, появятся не в следующем году. Или, может быть, не торговались с компаниями, которые это делают так хорошо. Потому что, конечно, основные новые технологии берутся в стартапы, у которых какой-то успех покупается. Я люблю по этому поводу мультик детский. Если помните, когда принцесса в летучем корабле объявляет, женись на том, кто построит летучий корабль. Трубачист задумался о царе-воеводе. Построишь им? Куплю. Так и здесь тоже всегда. Дальше. SDK. Поехали? Значит, вообще, как софт работает? Значит, вот это весь стек софта. Коротенько о всем о нем. И потом о RealSense рантайме. Вот сколько времени будет. Потому что там, на самом деле, я говорю, там уже гигабайт написано по рантайму. Очень много бинарников. Во-первых, я рассказал о нижнем модуле. Депс-камера модуля и firmware. Вот firmware тот самый, который на этих полутора ваттах на осике строит глубину нашу. Вот. Если вы эту камеру... Это, собственно, то, что мы... Да, у пользователей это дело входит в те самые полутора тысячные ноутбуки. Или вот в OneOne там отдела у нас стоит. Посмотрите, уже этих ультрабук, там десяток моделей можно поискать. Они есть в небольшом количестве, их заводят в Россию. Но купить можно. Там просто на Яндекс.Маркете поискать. Значит, если девелоперы покупают вот эту 100-долларовую камеру, экономят на разработческой машине. Значит, дальше. Если вы ее воткнете, то воткнете просто... Да, на USB 3. Вот еще. Поскольку можно запросить очень большой... USB 2 по пропускной способности не справляется. Если запросить у камеры достаточно много параллельно всех этих стримов, нужен USB 3. На USB 2 там просто FMV не зацепится. Значит, это одна из частых проблем. Смотрите, голубенький обычный разъемчик USB 3. Значит, если вы просто воткнете его в USB 3, Windows увидит ее как RGB-камеру, увидит, что она называется Apple RealSense, и будет ее своим стандартным микрософтским драйвером, без всяких интеллских прибамбасов, работать как с RGB-камерой. Но если вы поставите такой Intel DCM, Debs Camera Manager, он на самом деле в простонародье называется драйвером, но он устанавливает, кроме дополнительных драйверов, которые уже начинают видеть все эти инфракрасные камеры, Debs, вот эту искусственную камеру сгенерировал, ну еще устанавливается сервис, который так и называется, Intel RealSense DCM, или там по-разному Debs Camera Management, как так будет Windows сервис, который цель его как раз шарить эту камеру между разными приложениями, а еще там, интересно, появляется виртуальный драйвер, который для старых добрых приложений, которым нужна такая веб-камера обычная, и они ее привыкли блокировать в эксклюзивном режиме, то есть там Skype, вот он берет камеру, больше никто эту камеру взять не может. У него появился виртуальный драйвер, который подставляет Skype, вот тебе RGB, а мы еще параллельно будем RealSense делать. Причем работа вот этого DCM очень интересна, разные приложения могут запрашивать у камеры очень разные характеристики стримов, то есть там фреймрейты, там совершенно разные разрешения, глубина цвета, там. Соответственно, если разные приложения запросили разные стримы, то он на лету их конвертирует из одного в другой, если может, если у него там хватает. То есть этих DCM тоже разной версии, но это отдельно очень интересная тема, как она устанавливается, апгрейдится. Так вот, интересно, что до этой черты, до этой, которая сейчас слева отложена, вот это пользователь, который купил такие настоящие RealSense или Ultrabook, или ноутбук, получает предустановлено. То есть вот этот DCM там уже предоставлено, а девелопер его уставит с интеллевского сайта. А вот дальше приложение, ответственность приложения — это рантайм устанавливать. Соответственно, с вершинником проблема очень интересная. То есть каждый инсталлер рантайма точно так же, каждое приложение берет просто модули, этих модулей, там 25 штук, берет в себя, интегрирует только те модули, которые она использует. Разные версии этого рантайма со-существуют, нормальные это все тестируется. Но дистрибутив рантайма — это на совести приложение. То есть изначально на чистом Ultrabook, скорее всего, там, правда, будут предустановлены какие-то приложения RealSense, но в идеале там нет никакого рантайма. И вот как только вы начинаете ставить приложение, там появляются разные версии, разные модули из RealSense рантайма. И дальше, собственно, приложение — это то, что… Ой, приложение — то, что девелоперы. Ну и все. SDK ставят, понятно, полноценный рантайм, и все-все-все. Когда вы ставите там все 4 гигабайта SDK, три из них — это голос от нюанса, о котором мы сегодня не разговариваем. То есть голос отдельной темы RealSense SDK. Просто у нас все полчаса. Сегодня поэтому мы разговариваем о камерах. Ну и все, собственно. Так, дальше. Как только вы установили SDK, который ставит все это дело, как ознакомиться с возможностями RealSense? Запускаете, очень полезная штука. Идете в связи, нажимаете sample browser, и, в общем, каждая более-менее значимая фича SDK имеет свой сэмпл. Intel тоже не первый в таком продвижении девелоперских возможностей SDK, но это очень полезная штука. Очень рекомендую тем, кто разрабатывает SDK. Очень рекомендую это делать. То есть это возможность изучить, что можно. Каждый с открытым кодом, каждый с документом сам сэмпл. И, в общем, все основные функции здесь. Обратите внимание здесь, что есть Common Samples, есть F200 Samples, есть R200 Samples. Как я говорил, часть функциональности работает на обоих камерах, часть работает только на фронтальной, часть работает только на передней, на задней камере. Приходите, очень интересно. Сейчас попробуем и последние фичи. Посмотрим. Вчера у нас маркетинговая Мариана была. Она все хотела. Приложение уже готовит. Там физиономии сканировали, видели. Сегодня посмотрим сэмплы. Сейчас позапускаем. Дальше быстренько. Вот у нас есть буквально 10 минут по всем модулям основным. Перебивайте меня, пожалуйста, потому что, скорее всего, остановится в конце, но на вопросы не успеем. Ладно, перебивайте. До 10? В 10 следующих. 5 минут на перемене? Отлично. Отлично. Значит, я нарезал, именно знаю, что здесь будет гонка, нарезал просто фотографии. Hand-модуль. Очень интересный, очень востребованный. Пожалуйста, можно получить просто блок. Да, hand, соответственно, в зависимости от того, как вы хотите нагрузить цепу и какую latency вы хотите получать. Вы можете внизу посмотреть просто hand-segmentation mode, то есть просто получить вот здесь рука и координаты этой руки. Можно получить ее extremity, там, верхняя, нижняя, середина руки. Значит, можно уже подписываться под самые разные точки, сказать, а мне нужно все 22 джоинта. Угадайте, кстати, 5 пальцев по 4 джоинта, то есть по 4 сустава, где еще 2? Центр ладони и запястья. Значит, 22 точки у нас. Значит, можно подписываться сразу к этому SDK, подписываться под predefined жесты, этих жестов там полтора десятка. Вот. Пока что не сделали, чтобы можно было в SDK скормить жест свой. То есть, если хотите свои жесты, то, пожалуйста, вот на этих блоках обычно делают или на extremity для того, чтобы минимизировать задержки. И, на самом деле, народ жаловался, те, кто хотят управления, по типу мышки. Народ привык двигать рукой, и мышка мгновенно двигается. Задержки даже вот этого блоба были слишком серьезные. И сейчас делают уже курсор мод. То есть, именно просто вот из этого курсора мод выдаются одна координата мгновенная. Вот где сейчас ваша рука? И, ну, то есть, ее сейчас дотестируют. Вот в ноябре будет новый релиз, у нее она уже будет там. Это руки. Лица. Значит, можно точно так же. Можно просто сказать, вот оно лицо, его координаты. Можно запросить там 70, не помню, 4 что ли, точки, включая там все брови, глаза, подбородок, нос, рот. И, соответственно, как-то анализировать. Можно по позе. Во-первых, позы человека относительно камеры, куда он наклонен. Так, так, так. А во-вторых, положение головы относительно плеч, как у человека голова наклонена. То есть, в 6 степеней свободно получаются. Expressions, там же, значит, пожалуйста, сейчас запустим сэмпл. не очень точно работает, но, да, кстати, сильно зависит от освещения. Вот этот модуль используют и RGB, и Depth. Соответственно, при хорошем освещении работает гораздо надежнее Face-модуль, чем при плохом освещении. И, кстати, это единственный модуль, у которого можно отключить требования Depth. То есть, вот RealSense SDK, можно сказать, использует только RGB, и тогда он будет работать на любой стандартной камере. Все остальные модули требуют Depth. Да, значит, вот этот вот recognition, recognition более-менее, более-менее хороший. грубо говоря, по вашему литику вам выдастся хэшик. Если его сохранить, то в следующий раз вас узнают, что вы к нам приходили, тогда-то, тогда-то там, и вот ваш номер. Microsoft, на самом деле, сделал свой. То есть, он посмотрел на наш этот самый, и вот в этом хэллоу он не пользуется SDK, они делают свои хэшки. Ну, видим, чтобы не зависеть от нас, это безопасно все-таки. Так, новая фича совершенно вышла в августовском SDK. Если кто-то, двое человек пробовали RealSense, она была в первом квартале буквально весной. Было очень много нареканий, потом ее убрали вообще, потому что было много нареканий. Сейчас переписали совершенно определение взгляда и работает очень хорошо. Гораздо лучше, скажем так, по сравнению с тем, что было весной. То есть, можно вот сейчас посмотреть, запустить сэмпл, он бегает квадратик, ну, с тепловой картой, показывает, куда вы смотрите. То есть, если раньше мы разбивали экран на 9 примерно областей, то сейчас там этих штук, не знаю, там 15 по горизонтали, 10 по вертикали. Довольно точно. Так, 3D segmentation, пожалуйста, вот демка у нас долго крутилась, это очень, на удивление оказалось востребованной фичей отрезать все, что вне какого-то, из видео отрезать все, что вне какого-то глубинного диапазона. Есть у нас сюда? Ну, вообще время вопросов. Ну, перебивайте с вопросами, 3 минутки еще. Можно совместить, вопросы. Если есть, Вопросы все-таки есть? Давайте я пролистаю, вот за 2 минуты, там я нарезал вот таких вот возможностей, просто чтобы вы представляли, откуда уходит там гигабайт библиотека. Хорошо? Значит, сканирование объектов. На самом деле, это лицензировали, есть возможность отсканировать объект и той камеры, и сей камеры, и получить его общий. Работает не очень хорошо, в том смысле, что очень много условий, при которых она работает, но работает. Значит, лицо точно так же можно отсканировать и получить свою физиономию в 3D в обже. И вот на десятке вообще распечатать ее. Десятку уже, в десятку просто вставляешься 3D принтер, и он печатает этот общий. То есть, вот получить его в таком качестве при очень хороших условиях. голову целиком отсканировать, это модуль 3D-скан, и человека целиком отсканировать, ой, извините, человека целиком отсканировать тоже можно при серьезных условиях. Мы это дело не демонстрируем, потому что у нас здесь темно, скажем так. Да, это лицензированная фича. Ее 3D-системы для нас делают, мы просто импатимы, они для нас делают. Вот это последняя и очень развивающаяся тема, это Synth Perception. Делается сразу много очень вещей. Первое, что это трекинг, то есть просто определение положения устройства в пространстве относительно сцены. И второе, дальше, соответственно, можно построить себе объем точек, которые вы там видите, и что-то еще. Ну все, собственно, и получить, в конце концов, модель, модель, а, ну это в 3D, ну все, собственно, получить обык точек из этого модуля. Вот вопрос можно такой? А вот смотрите, вот если иметь в виду Skype и те каналы реальной передачи информации, которые сейчас реально используются, вот при стриминге не будут подсаживаться все эти вот прелести, которых вы нам рассказываете вот при пользовании вот этой вещью. Отлично, отличный вопрос. Броудбенд интернет, например. Все вот это считается локально. То есть здесь нету клада. На самом деле, с таблетки оно хорошо не посчитается, с паншетом Атоме. Соответственно, если хотите что-то более качественное, то есть вот это вот здесь берется минимальное разрешение этой депс-камеры, и очень-очень некачественной получается вот эта картинка. Если хотите высококачественное, то надо стримить в облако. Тогда будет подсаживаться. Хорошо, еще какие вопросы? Да, вот для стриминга депса интересно, что никакие там вот эти кодеки видео там не годятся, там очень много шумов они вносятся. То есть требования все-таки высокие к стримингу, да? Ну, LZ0, но он там в три раза хуже, чем H264 видео, но тем не менее LZ0 доказал себя доказал себя лучшим пока что. Вот еще вопрос, пожалуйста. Простите, я правильно понимаю, что вот для обрезания глубины, то, что вы показывали, убрать лишнее со сцены, это тоже, ну, перформанс на планшетах еще не такой, чтобы не стримить. Нет, это как раз совершенно перформанс несущественная штука. Вот это тяжело, трекинг тяжелый. Трекинг и вот иконстр... Ну, то есть даже незаметно по производительности? Да, давайте посмотрим сейчас. Я бы дал там, не знаю, 10% ЦПУ современного коря. То есть, соответственно, это именно сделается. Обрезание глубины, ну, этого самого РЖБ картинки относительно какого-то ранга глубин несложная задача. Там сложнее ее достраивают немножко, потому что эта картинка всегда дрявая приходит, нам надо дырки закрывать, но все равно это не сильная фича, пожалуйста, пользуйтесь. То есть, вот, это тоже на самом деле лицензированная возможность ее делает, я уже персонифаю, она делает, то есть, грубо говоря, мы платим персонифаю, чтобы вы ее использовали бесплатно. Понятно. Спасибо. Еще там вот вопрос. Спасибо. Вопрос. Был озвучен, что требуется USB 3.0. Если вдруг так получилось, что у меня там все порты вторые, я воткнул, у меня, в принципе, не пролезет через порт вообще. ФМВ, нет, ФМВ просто не законнектится, вы не увидите. Ну, предположим, что это ограничение программное мы убрали. В принципе, не хватает пропускной. Не сможете, ФМВ делает Intel. Я понимаю. А, потому что вы таки уберете. Нет, зачем? Тогда сможете. Допустим, какая-то версия там, которая без этого ограничения. Нет, на самом деле, в зависимости от камеры изначально по дефолту она не трансмитит ничего. Соответственно, если у нее запросить просто RGB картинку, пожалуйста, если запросить простенький, да, с картинкой, пожалуйста. С глубиной не пролезает. Ну, с инфраредом не пролезает даже. То есть, чтобы убрать вот эти зависимости, если то. То есть, глубиной пролезает, а дополнительные уже сырые данные не проходят? Ну, не пробовали. Просто было решено, что USB 2 не поддерживаем, потому что есть сценарии, когда USB 2 не хватает. И в современных компьютерах, поскольку на старые компьютеры это дело не ставится, в современных, во всех чипсетах есть USB 3. Но в чипсетах есть, далеко не всегда оно выведено. Выведено? Нет, я не знаю. Я не видел без USB 3. Хорошо, спасибо. Так, еще кто-то что-то хочет спросить? Так, нет, тогда спасибо вам большое за очень интересный доклад и просьба оценивать докладчиков.